Здравствуйте! Меня зовут Дмитрий Георгиевич Добыкин. Мы с вами на портале exeget.ru. И сейчас мы с вами разберем мессианские пророчества в книге пророка Михея. Всего в этой книге два мессианских пророчества, и первое находится в 4 главе. Давайте прочитаем синодальный перевод, а потом разберем по стихам. «И будет в последние дни гора Дома Господня поставлена будет во голову гор, и возвысится над холмами, и потекут к ней народы. И пойдут многие народы и скажут, «Придите, зайдем на гору Господню и в дом Бога Яковлева, и Он научит нам путям своим, и будем ходить по стыдям его, ибо от Сеона выйдет закон и слово Господне из Иерусалима. И будет он судить многие народы и обличит многие племена в отдаленных странах, и перекуют они мечи своя наорала и копья своей на серпы. Не поднимет народ народ меча, и не будут более учиться воевать. Но каждый будет съесть под своей виноградной лозой и под своей смоковницей, и никто не будет устрашать их, ибо уста Господа Савауфа изрекли это». Давайте разбираться. И если посмотреть на этот отрывок из четырех стихов, то его можно разделить на две части. Станет понятно, почему на две части. Но давайте поговорим о первых двух стихах. И будет в последние дни. Мы привыкли, что последние дни – это времена апокалипсиса, конца света. Но святой апостол Иоанн Богослов в своем первом послании говорит о том, что дети последние времена, то есть сейчас. И если мы обратимся к священному писанию и иудеохристианскому преданию, то станет понятно, что последние времена наступили с того момента, когда пришел Мессия. То есть в последние времена, значит во времена пришествия Мессии, гора Дома Господня. Про какую гору говорится, это та гора, на которой находится храм. То есть это Сион. Однако в данном случае, ну или вообще часто понималось под этой горой и под храмом, не только сам храм как здание, а как истинная вера. То есть автор, пророк, говорит о том, что в последние времена, во времена Мессии, вера в истинного Бога будет известна всем. То есть она как бы станет выше всех остальных вер, потому что она возвестится над холмами и над дронными горами. Часто языческие храмы, языческие капища строились на холмах и на горах, вот те самые высоты. Но до последних времен как бы истинная вера находилась на одном уровне с этими языческими верами. Со времени пришествия Мессии все изменится. К истинной вере придут многие народы. Сначала Господь избрал только один народ, еврейский. Во времена Мессии к Господу придут все народы. И пойдут многие народы и скажут, придите, взойдем на гору Господню. То есть войдем в церковь, примем истинную веру. Далее автор говорит о том, что Бог будет учить эти народы путям своим, и они будут ходить по стезям его. Что интересно, что здесь используется образ дороги. На самом деле, вот образ пути, образ дороги, он встречается уже в пяти книжах книги Второзакония в самом конце, когда Господь предлагает еврейскому народу два пути. Путь жизни и путь смерти. Путь жизни – это путь исполнения заповедей Господних. И вот народы, которые придут к истинной вере, будут исполнять заповеди Господни и будут ходить по пути жизни. Из Иерусалима выйдет слово Господне. И действительно так и было. Если мы будем читать Евангелие, конец Евангелия, начало деяний, то мы помним, что Господь говорит своим ученикам, чтобы они пришли в Иерусалим, оставались в Иерусалиме, и он пошлет им Духа Святого. На них сходит Святой Дух, и они расходятся из Иерусалима и распространяют истинную веру. И вот объяснить первые два стиха несложно. Они достаточно понятны. И любой человек, который читал Новый Завет, конечно же, легко это все поймет. Однако, если мы начнем читать третий и четвертый стих, у нас возникнут определенные сложности. Почему? Потому что в этих стихах говорится о суде Божьем и наступлении всего общего мира, когда исчезнет всякое оружие, исчезнут, ну можно так сказать, военные академии, военные училища, люди перестанут воевать, наступит мир и благоденствие. Мы все прекрасно понимаем, мы все прекрасно знаем, что когда Господь пришел, мир и благоденствие не наступили. Люди продолжали воевать. Более того, христиане воюют между собою. И самое страшное, когда воюют православные между собою. Почему? Получается, что пророчество Михея не исполнилось? Давайте разберемся. В Священном Писании иногда встречается такая особенность, когда пророк соединяет два пророчества как бы в одно, хотя между событиями в этом пророчестве пройдет много времени. Яркий пример такого пророчества является пророчество на Ильянской горе. Господь, вернувшись из храма, в котором он сказал ученикам своим, что этот храм будет разрушен, не останется камня на камне, он с учениками на Ильянской горе, и ученики приступают к нему и задают два вопроса. Они говорят, когда это будет, то есть когда будет разрушен храм Иерусалим, и когда ты вернешься второй раз. И вот Христос им отвечает. Причем отвечает он как? Он отвечает, как будто разрушение Иерусалима и его второе пришествие, эти два события произойдут одновременно. Есть очень интересная такая загадка или такой тест, это взять текст Ильянской беседы и определить, где говорится разрушение Иерусалима, где говорится о втором пришествии. И вот Господь говорит, что будет разрушение Иерусалима и будет второе пришествие. Но Иерусалим был разрушен в 70-м году вместе с храмом, Господь не пришел. Почему? Потому что два пророчества соединены вместе. Здесь то же самое, здесь говорится о первом пришествии и говорится о втором пришествии, и вместе эти пророчества соединены. Почему? Можно объяснить несколькими способами. Во-первых, самый простой. Можно сказать следующее. Чтобы было второе пришествие, чтобы был суд Божий, чтобы наступил всеобщий мир, должно быть первое пришествие и распространение истинной веры. Без первого не бывает второго. Следующее объяснение посложнее. Связано с тем, что Бог пребывает вне времени, и так как Он пребывает вне времени, то Он видит все события одновременно. Это у нас между событиями может какое-то быть временное расстояние, или мы как-то их видим дискретно, то Господь все события видит одновременно. И поэтому, видя вот это одновременно, Он может вот такое видение дать и пророку. То есть, как бы пророк смотрит на историю глазами Бога и видит события прямо одновременно. И вот здесь то же самое. Два события, между ними какое-то временное расстояние, но Бог показал пророку это как одно событие. Давайте вернемся к 3 и 4 стиху. Говорится о том, что суд будет всеобщий, потому что он будет судить многие народы и обличит даже в отдаленных странах. Наступит мир, люди перестанут воевать, наступит мир и благоденствие. Когда это будет? Это будет, когда придет Господь и установит окончательно свое царство. Однако можно попытаться растолковать этот отрывок как все-таки связанный с первым пришествием Христа, а не только со вторым. Например, война. Какая война? Война не между людьми, которая действительно продолжается. Не духовная война между верующими и падшими духами, а война между людьми и Богом. Вот наступит такое время, когда люди перестанут воевать с Богом. И с какого времени это началось? Со времени первого пришествия. Ну и окончание этого стиха, этого отрывка говорит о том, что «уста Господа Сауфу изрекли это». Это очень такая важная формулировка, которую можно перевести там на русский язык так «это будет обязательно». Желает человек, не желает, хочет, не хочет, это произойдет. Бог сказал и Бог исполнил. Это первое. Первое пророчество. Перейдем ко второму. Оно находится в пятой главе со второго по начало пятого стиха. Итак, пятая глава, 2, 5 и, как говорят библисты, 5а. «И ты, Вифлеем, Ефрафа, мало ли ты между тысячами иудинах, и стея произойдет мне тот, который должен быть владыкой в Израиле, и которое происхождение изначало одни и вечных. Посему он оставит их до времени, доколе не родит, имеющее родить, когда возвратятся к нам Израиля и оставшиеся братья их. И станет он, и будет пасти в силе Господней, величи имя Господа Бога своего. И они будут жить безопасно, и вот тогда он будет великим до края земли, и будет он мир». Давайте разбираться. Ефрафа – это древнее название города Вифлеема, именно того самого Вифлеема, который находился недалеко от Иерусалима, из которого произошел царь Давид. Этот город был маленьким, вот это тысячами иудинах, там есть несколько объяснений, почему там тысяча, по одной версии, что там население не больше тысячи, по другой версии, что мужчин, способных носить оружие было тысяча, а еще есть третье объяснение, что Вифлеем – это настолько маленький город, что таких городков тысяча в Израиле. Но вот именно из этого города произойдет тот, кто должен быть владыкой в Израиле, то есть мессия. Фраза, которая происхождение изначало «одни вечных», экзегетами объясняется двумя способами. Первый способ – он связывает то, что мессия будет не просто человек, но он будет Бог. Как с какими-то человеческими словами описать вечность Бога? Ну вот, если не прибегать к специальной терминологии, то его происхождение от начала «одни вечных». Есть другое объяснение этого отрывка. Смысл следующий, что мессия произойдет из рода Давидова, а род Давидов – он древний. И то, и другое. Толкование вполне приемлемо, и оно соответствует контексту. Третий стих – это пророчество о Божьей Матери, которое родит, и когда она родит, Бог вернется к сынам Израилевым. Вот, возможно, здесь определенная перекличка с текстом, который находится в книге пророка Исаии. Это слова седьмой главы. «Сидево во чреве, приимет, родит сына и якутына ему Эммануил». Евангелист Матфей добавляет, что означает имя Эммануил – «с нами Бог». Вот рождение мессии – это знак того, что с Израилем, с людьми Бог. И не просто вот как со всеми нами Бог, да, Бог пребывает здесь, а именно то, что Он придет. Далее говорится о том, что Он будет пасти Израиль, и Израиль будет жить безопасно. Один из образов, который прилагает к себе Господь наш Иисус Христос – это образ пастыря, пастуха. И вот здесь этот образ используется. Бог придет, Он будет пасти, и Он будет хорошим пастухом. И овцы, то есть мы верующие, будем жить безопасно. И царство Мессии будет безграничным до края земли. Очень важно обратить внимание на последние слова этого отрывка. Пятый стих, самое начало, и будет Он мир. Что за мир? Он принесет мир между людьми и Богом, и Он принесет мир между верующими. Ветхий Завет делил людей на язычников и на иудеев. Теперь в церкви такого разделения нет. Мы приходим, и вне зависимости от нашего происхождения, от нашей национальности, если мы становимся истинно верующими, то для нас, наши братья, тем, кто верит, у нас с ними мир, несмотря на наше происхождение. Хорошо. Мы с вами рассмотрели два пророчества в книге пророка Михея, эти пророчества о Мессии, в четвертой главе, с первого по четвертый стих, и в пятой главе, со второго по пятый стих. Спасибо за внимание. Меня зовут Дмитрий Георгиевич Добыкин, и мы с вами были на портале exeget.ru. До свидания. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Продолжение следует...